Всем привет! Сегодня я вам расскажу видео, родительская тема, на что обратить внимание при выборе садика в Турции. И просто это мой личный будет опыт. Я хочу такую шпаргалочку, подсказку отдать мамам, которые только планируют это делать. Вообще, есть два мнения, да, нужно отдавать мне ребенка в садик или нет. Я как психолог, в принципе, и как мать, потому что у меня ребенок говорит на двух, то и трех языках, турецкий, английский и русский. Поэтому я, конечно же, за садик в социализацию, у меня очень активный ребенок, за его адаптацию к социуму. Садиковские дети и домашние очень сильно отличаются в своем поведении. Я бы даже больше сказала, пока ты не отдашь и не посмотришь разницу, или тебя не заведется по соседству, либо у подруги ребенка, который ходит в садик, тогда ты только вот при наглядном, при сравнении своего ребенка и чужого, ты увидишь эту разницу. Я разницу видела. В принципе, я всегда с ребенком дома занималась. У нас всякие раскраски, поделки, математика. Математика очень любит всякие задания на счет. То есть она у меня, в принципе, в три года шла в садик турецкий, умея считать по-русски и по-турецки до десяти. По-русски до пяти, по-турецки до десяти. Очень хорошо говорили бы ребенок. Проблем у нас с этим ничего не было. Турецкий язык был на уровне понимания, очень стеснялась отвечать. Но с папой дома, да, все-таки, я имею в виду с чужими людьми, с детьми, в контакт. Она вступала, но там на свои тарабачи, то есть она понимала, но по-турецки с ними свободно не говорила, потому что стеснялась и боялась именно турецких детей. Она их не понимала и думала, что они там навредить как-то могут таким образом. Потому что на площадках, где мы гуляем, дети в основном не садиковские, есть неадекватные, невоспитанные, поэтому ребенок их боялся. Я хочу отметить, что у садиковских детей очень лучше дисциплина. Это мои чисто наблюдения. Можете не соглашаться с этим. Если соглашаетесь, то пишите в комментариях, права или нет. Но мое наблюдение более дисциплинированные, возможно, даже части более добрые, внимательные, понимающие, что такое коллектив, как общаться в коллективе, как взаимодействовать с другими детьми. Это на площадке, там, и по соседям, и по другим детям. Я это все это, в принципе, вижу. По поводу выбора. Я в видео раньше говорила, до этого видео оставлю ссылку о том, какие виды садиков есть здесь у нас. Я напомню, что есть государственные, частные, мелкие садики и частные, сетевые, крупные садики. Наш ребенок входит в частный, точечный, индивидуальный садик, то есть у владельца только один садик есть. При выборе, как наш полвыбор, я не против государственных садиков, но везде, в любом, и в государственных, и частных, в любых, важно отношение. Когда вы приходите на собеседование к директору, первую встречу, посмотреть садик, общаетесь, вы это сразу почувствуете, вот на это обращайте внимание, как к вам относятся. Высокомерно, надменно или по-дружески, на равных, партнерская такая позиция. Это очень важно. Я выбирала директора, представителя садика, который с тобой говорит на равных, потому что это у меня лично вызывает больше доверия. В государственный садик нам неудобно было территориально, муж был зачастный, потому что я до этого видео говорила, кто платит, тот и контролирует. То есть вы можете вести конкретный спрос в садиках, в каких-то проблемах, они, как всегда, у детей бывают, в каких-то таких ситуациях. И почему мы не выбрали сетевой крупный садик? У нас такая возможность тоже есть возле дома, в принципе, недалеко. Ну, частно, потому что в сервисе есть доставка ребенка, мы выбирали. У меня муж бывает в командировках, поэтому у нас нет возможности там регулярно самим отводить ребенка вдалеке, если он садик был. Это было бы проблематично для нас. Так вот, почему мы не пошли в крутые, раскрученные, дорогущие садики? Очень все просто, что эти садики, когда в основном, это понты. Они очень любят кичиться системой Монте-Сори, которая у нас в России. Ну, как бы, все, Монте-Сори волшебное слово здесь в Турции. Но, когда ты приходишь, мы были на нескольких собеседованиях в таких садиках, надменное отношение, что мы избранные, мы самые крутые, а вы платите нам огромные бабки, да? Но вы, скажем так, ты ощущаешь себя, ощущаешь клиентом в подчинительном каком-то положении. Ты вообще должен сказать спасибо не за, что платишь деньги, а за то, что вообще тебя туда приняли, взяли в этот садик, и вообще пятки им целовать за то, что эти избранные люди в свой круг пустили. Что за отношения вообще? Я против такого. И попспрашиваю у девчонок, у меня знакомаясь, которая отдавала в такой сетевой дорогой садик, потом отдала просто в государственный обычный. Ну, потому что ничего там особенного нет. Это понты. Если вам такой садик сетевой, вот честно скажу, отзывов достойных о таких садиках, я среди нашей аудитории русских и даже турчанок мало встречала. Хорошие отзывы о таких крутых садиках сетевых, как правило, тех, кто за этим идет, за тем, кому нужны статус, выпендриваться, понты опять же, чтобы это звучало. И все. Я в таких садиках вижу не прямо вот именно с сетевых, но не во всех. Такие можно найти. У нас есть такой один вариант, мы тоже о нем думали. Но это при немецком посольстве с немецким языком, который нам не нужен, у нас уклон на английский идет, поэтому мы не стали туда обращаться. Есть такой сетевой садик, и от нас ехать 20 минут, у нас ребенка укачивают в машине, поэтому мы не стали брать такой сервис долгий, 20-25 минут, а пока всех еще развезут вот здесь вокруг, час дороги, и ребенку нафиг это надо в такую дать. У нас такой крутой садик, именно с хорошей... У нас просто соседка в такую школу ходит, девочка во дворе. Она нам об этом садике рассказала. Садик переходит в школу, школу там, в университет, вы поняли, да, вся эта история. И вот она советовала классный садик, но это далеко от нас. То есть, если бы это был... Может быть, школу начальную, можно туда отдать, уже когда ребенок побольше. Но в садик такой нужды, короче говоря, не было. Нам не понравилось такое отношение и отзывов хороших. Практически система образования фактически одна и та же. Ничего особенного, одни понты, короче, нам это не нужно было. Нам нужно было комфортно, удобно, чтобы ребенку хорошо относились. Мы свой садик нашли не с первого раза. К сожалению, мы ткнулись, и как я начала, моя ошибка, надо смотреть по отзывам тех, кто вообще вокруг и рядом, да. Я ткнулась в садик с хорошим рейтингом 5 звезд в нашем районе. Он тоже точечный такой, одиночный, скажем так, садик, да. То есть, у владельца один этот садик. Очень хорошо все выглядело с первого раза. Мне, короче, нам очень понравилось. Мы тут же остались там на адаптацию. И адаптация проходила неправильно. Не педагоги... Хорошо, в моем кругу есть люди, которые в педагогии что-то в этом понимают, да. Я задавала вопросы и так далее. Было кому ответить на мои вопросы. Так вот. Вы вот это послушаете. Вы сейчас с ума на педагоге сейчас обалдеть, что они мне предложили. Адаптация шла месяц, фактически 3 недели, где 20 дней. Надо было приводить каждый день, нербудний на 3-2-3 часа. И при этом ты остаешься с ребенком. Так адаптация вообще-то не проходит. Надо обрубать ребенка. Сначала ты водишь неделю, а потом он просто остается. Он уже раз переплачет 2-3 дня и все. И так и получилось. Я начала ходить, а у меня ребенок сначала, мы с такой радостью, она так ждала у меня садик. А потом она поняла, что время затягивается, от мамы придется отделяться. И начались капризы. В садик мы с боем, со слезами. С детьми не останусь, с воспитателем не останусь. Мама от меня не уходи. Там есть комната для родителей, ожидания отдыха. И из этой комнаты мы вдвоем просто не выходили. В общем, она везде со мной на привязи просто была. И этот месяц, фактически, у меня начался нервный тик, вы не поедете, мне дергался глаз. Я просто поняла, что, блин, что-то тут не то происходит. И вот этот, по сути, садик частный, клевый, да, с хорошими отзывами, эту адаптацию он оставил на меня. Этим должны заниматься учителя, не я. Садик был классный, у них свой бахчи, они занимаются там растением, выращивали помидорки, перчики, яблони, там, органик, вот эти все продукты. Там у них кролики какие-то жили еще, да, и больше у них животных не было. Круто! И я еще начала смотреть на отношения к детям. У воспитательницы в группе есть любимчик, но не в нашей группе, в соседней. Я это как психолог понимаю, этого не должно быть. Дети не должны выделять из коллектива в такой малой группе. Потом, что еще? Какое-то отношение, знаете, мне не понравилось. Там были русские дети, немало их было, штук пять на весь садик в разном возрасте, да. В нашей группе бы тоже был мальчик русскоговорящий, это по соседству, если с его мамой на адаптации познакомилась, соседка тоже водила. Ну, с русских просто немало. Но нет, мне это не понравилось. И просто в один день мы не стали ходить. Эту адаптацию мы бросили, на две недели меня хватило, я не находила. И они тоже это поняли, потому что я задавала вопросы, я сказала, что я психолог, я многим интересовалась, и им это не нравилось. Хочу вам отметить, что вы должны спрашивать в частных садиках диплома образования в высшем педагогическом, психологическом. Очень часто это скрывается, и они могут брать как няню на работу, воспитателям потом делать, людей без высшего педагогического образования. Вот такая здесь Турция. Это прям заходите, ногой дверь пинаете и спрашиваете сразу, директор диплома мне предоставьте, аттестацию там своих сотрудников. А обязательно в частном садике вы платите, вы заказываете музыку, имейте это в виду. Требуйте. Это безопасность большая в будущем вашего ребенка. Это очень важно. Потом садик, в который мы попали, это средненький, не супердорогой, обычный средний садик. Отзывов у него хороших в интернете особо не было. Казалось, потом пара знакомых у меня туда девочек, уже дети, у которых выросли, с кем я общаюсь с русскогольщиками, туда ходили. Отзывы были хорошие. И я просто пошла, пошла от отчаяния, надо ребенка отдавать, а у нее уже все. Садик она не хочет, ей не понравилось там на той адаптации. Через где-то месяц она у меня болела, то все. И, короче, мы ее отдали, пошли в этот садик. И мне что понравилось? Потому что вы сразу почувствуете, почитайте про педагогику, да, адаптацию детей. И вы, когда пойдете в садик, вы почувствуете, как с вами будет общаться директор, представлять садик. Во-первых, директор с нами заинтересован. Если вы говорите, у нас проблема там, я не знаю, ребенок понимает, но не отвечает по-трецки. Мы научим, мы сделаем, мы поможем. А садик берет на себя обязанности, ответственность за вашего ребенка. Вот это очень располагает. Они на тебя скидывают, ты этим занимайся. Вообще-то вы за это деньги, если что, платите. Поэтому в садик и отдаете. Что было классно? У нас был психолог на адаптации сотрудница. Это практически во многих садиках частных бывает. Она очень хорошо подружилась с моей дочерью. У нас очень хорошо проходила адаптация. Да, со слезами пару раз. Отрывали меня. Два дня-три я ходила, сидела там с ней. Потом тут же у нее забрали. Ну, никак без этого. Тут вот только так. Других пока способов не придумано. Эти сопли растягивать не надо. Надо обрубать. Вы ребенка водите неделю, а потом один день-два он переплачет, и все. Вот реально вот перещелкнуло. Он понял, ребенок, что это не страшно. Когда познакомился уже с ребятами в коллективе, все классно. Нашу сразу в коллектив группы эту отдали. И поэтому адаптация. У нас там еще дружба ходил соседский. Кого она знала? Очень легко это все пошло. Не то, что легко. На фоне того, что было раньше, легче гораздо, чем на фоне того, что я ожидала. В общем, по-нормальному, как и должно быть, по стандартам, по нормам. У меня ребенок потом плакал. Мой мой, когда откроют садик вечером, я хочу завтра в садик. Понимаете? Как это классно. Некоторые, про памперсы и все прочее. Есть малая группа в частных садиках. Берут детей с двух лет до трех. Там с полутора даже есть. Это надо садик искать. И у нас тут проблемы не было, слава богу. Уже к трем годам-то, естественно, все это решилось само собой. Но если раньше отдавать, берут и с памперсами. Или учат горшку в садике. Это надо смотреть по вашему садику. Я обращаю ваше внимание, что садик хороший берет ответственность и научение в практиках вашего ребенка. О стоимостях. Садики государственные бесплатные. Там есть сбор на книги-канцелярию в районе 400-500 лир. Это 4-5 тысяч рублей в год. Бывает, по месяцам раскидывают эту сумму. Бывают в некоторых садиках потом поборы нам на подарки, на то, на сё, на всякое такое. На учителям, на день учителя, само собой. Я про наш садик скажу. Оплата в садике. В садиках вообще в частных надо торговаться. Я вам говорила, торг с турками в больнице, там какие-то услуги в садиках тоже торгуемся. Скидывают по 600-700 лир в среднем. Само собой, обязательно надо торговаться. Тем более сейчас пандемия, время, финансовые кризисы, всякое такое. То есть, все только заинтересованы, чтобы клиент остался. Если у вас есть какие-то знакомые, вы называете рекомендации, мне друг посоветовал, скидку 100% дадут. Изначально садик наш где-то 2500 стоит, 300 лир в месяц стоит сервис, доставка ребенка автобусом утром и вечером. Есть садики частные, не такие крупные, сетевые, до 3000. Это зависит в Стамбуле, я цены называю. От того, в каком районе вы живете, дороговизна самого района. Есть садики частные и по 1000 лир. Есть и может быть дешевле. Я не дешевле цену, но 1000 лир я тоже слышала. От 1000 до 2, до 2,5, до 3. От чего это зависит? От помещения, в аренде или свое. От условий, от размеров садика. То есть, это огромный садик с комнатами, с игровыми и так далее. Или частный садик, который где-то с маленькую коморку арендовали. Там непонятно каких педагогов взяли. В кавычках педагогов без дипломов, само собой. Короче, такие няни, которые приглядывают за вашим ребенком в буднее время. Вот так бы назвал. Таких будет низкая цена. По Стамбулу я сейчас называю. В городах, которые поменьше, в Турции цены будут ниже на садике. Это я про все только про вот где живу. То есть, это условия коллектива, питания, бытовые условия ребенка, самого садика. Если у них площадка, нет площадки и так далее. В садике очень важно, что обратите внимание. Вот условия. Второе образование. Какую программу они используют. Есть ли хорошие программы. В частных садиках таких очень хорошие могут быть программы по обучению. И они могут быть лучше, чем в государственных садиках. С детьми реально сидят, занимаются, лепят, круговертят там языки, все танцы и так далее. В нашем садике все это есть. Поэтому в районе там 2000 лир у нас садик стоит со скидкой нашей. И 300 лир получается сервис. У нас это услуга, стоимость и, короче говоря, качество услуг получаемых устраивают. Есть садики и за 3000 такие же. И там еще может быть лучше. Ну, это вы, короче, там смотрите, да. Есть сетевые, я вам про это рассказывала, садики частные, которые к системе образования подключены к школе, к университету и так далее. Эти садики вообще в Стамбуле до 5, 4,5-5 тысяч есть такие цены. 3,5-4,5, 3 уже нет таких цен. 4,5-5 тысяч лир. Там, ну, понты, там навороты всякие. Форма, скорее всего, будет одежда у них. Ну, форму, кстати, тоже за свои деньги покупаете. По поводу сбора в частном садике. 1000 лир у нас сейчас или 1200, я не помню, раз в год на канцелярию, салфетки. То есть и к вам вопросом ни на какие сборы, больше ничего денежного вам не нужно. Иногда только, если приезжает какой-то театр, цирк и так далее, по 20-30 лир просят, смс-ка приходят, отправляют, чтобы ты отправил с ребенком наличкой заплатить за это, за мероприятие. Все остальное оплачивается. Чи, питье, там все-все вообще с этих денег идет. Там никаких там на шторы, на опои, ничего складываться не надо. День учителя тоже есть. У нас здесь нет дня учителя как сбор подарка педагогу в нашей группе. Я особо в мамском чате, там, мы не общаемся, такого нет. Но каждый сам индивидуально может поздравить учителей. Я приносит, что цветы, но это редко бывает, баклаву, торт, сладости какие-то, набор там кофейный, чайный и так далее. Либо на воспитателя и с директором, как правило, директора не забываем, потому что вам скидки дает всякие, да. Вы с директором, в принципе, и с воспитателем, и с директором общаетесь, потому что директор смс-ки делает, и все вопросы, по сути, там, дисциплин, тогда он все решает, все вопросы через директора. Как бы благодарность такая идет. И либо на коллектив. Вот я лично в последний день учителя осенью приносила, покупала набор баклавы турецкой к чаю, полтора, где-то два килограмма. И я просто пришла за ребенком, раньше не сервис привозила, я пришла за ней, отнесла этот подарочек, я говорю, вот вам к чаю на весь коллектив. Мне все там устраиваются, я никого не хотела выделять. Я не одна там такая была, мамки, тортики, так то что, короче говоря, да. То есть это обычно сладости турецкие, наборы какие-то, либо цветы, цветы в горшках, которые можно высаживать, там такое или у нас любят, и наборы чайные, кофейные, стаканы, там всякое такое, знаете. Понимаете, в принципе, мне кажется, поблагодарить за хорошую работу, если вас она устраивает, это не обязанность какая-то. К вашему ребенку плохо относиться не будут, вот в нашем садике, если этого не сделать. Я говорю, у нас нет любимчика в группе, все абсолютно равные. И они видят, например, да, кто с последних денег, например, в садик приводит, а кто, например, может что-то себе подарок позволить и так далее. То есть очень хорошее демократичное отношение к детям, к семьям. В общем, мне это очень-очень нравится. По поводу, что там, платежей, сборов, в принципе, все рассказала, да. По поводу одежды, одежда своя, рюкзачок со сменной одеждой, я в другом видео об этом подробно рассказывала. Плюс у нас ребенка нужна подушка своя, наволочка на нее своя, наволочка, как это, простыня на кровать и одеяло, но не плотное, а, знаете, покрывало такое, какое-то плед какой-то, у нас плед, простыня, подушка всегда в садике живет, налочку просто снимают с простыней и с пледом отдают раз в неделю или раз в две недели. Как часто ваш ребенок, если не пропускала, ходил, вы дома стираете, на выходных говорите и просто там в понедельник относите обратно в садик, все. Вообще никаких, скажем так, претензий к садику, у меня, я очень, вот, ху, блин, знаете, постучать довольна, это то, что я искала. Я вам советую, девочка, не расстраиваться, если вы ищете садик, у вас не получается, не обязательно, с первого раза вы его можете найти. Второе, садик вашей мечты идеальный, нужно определиться, что вы от садика хотите, какие у вас требования под него, подгонять садик, что садика в Стамбуле, а, блин, куда ни плен, навалом. Может быть, садик придется с сервисом брать подальше, но качество, условия в нем жизни лучше. В этот момент, если вы видите, что к ребенку хорошо относятся, вас все очень устраивает, лучше порой понапрягаться и поводить, либо повозить ребенка в этот садик или оплатить сервис, доставку его. Чем он будет ходить? В плохой садик, которым его не любят, выделяют любимчиков или, там, скажется, скотское отношение, высокомерные и так далее. На это нужно обязательно обратить внимание, как с вами общаются. Я иностранка, многие говорят, ой, да иностранцев там ни во что не ставят. Нет, я все вот эти семейно-бытовые вопросы на уровне, там, семьи, я решаю, не мой муж. С садиком, с проблемами со всеми я решаю эти вопросы. То есть, если что-то я, скажем так, директор обращается ко мне, у нас не связь. Меня, как иностранку, что нет такого, что меня там ни во что не ставят, или еще нет, абсолютно уважительное, нормальное, никакого пренебрежительного отношения нет. Ни ко мне, ни к моему ребенку. И это очень было важно, когда мы пришли на собеседование с ребенком. Он даже сказал, ой, она с младшей группе, мы еще мальчик испанец есть, он по-английски только. Мама у него из Словении, она говорит по-русски, но русский похоже. У меня мальчик понимал, если бы познакомилась, дедушка его как-то раз, мы дедушку видели, в общем, общались. Мальчик понимал по-русски, но дома в семье они говорят только по-английски, папа, турок, мама, полячка, говорящая, или кто на славянка, славения, говорящая по-русски, прикиньте. А ребенку надо учить турецкий, идти в школу. Она говорит, у нас есть такие детки, не переживайте. То есть вообще, у нас сразу, когда ребенка дала в садик, попер русский язык. И ребенок стал говорить на уровне 6-7-летнего ребенка, умный, речист, там в принципе проблем с речью не было. Такие слова полезли откуда-то на подкорочке. Умная, культурная, грамотная речь. Я вообще обалдела. Сразу же, в принципе, логопеда у нас там нет, принципиально там никто на ней не сидит. Но звуки, формирование, как правильно говорить, опорно-речевого вот этого аппарата лучше пошло. Шипящие, звеняющие звуки. Вот этот детский лепет, он быстро ушел, вот поэтому стала взрослая речь. Четко, грамотно говорит, прям формирует предложения, рассказы рассказывает и так далее. Турецкий язык, я уже в видео до этого говорила, был на понимании, на ответах в семье, чужих стеснялись. Понимание с преподавателем сразу у нас проблем не было. Понимала, но не сразу, конечно, после адаптации начала отвечать. Через несколько месяцев пошел постепенно, не сразу. У некоторых была вспышкой. У нас медленно-медленно вот этот именно страх был. Боязнь чужих людей, боязнь языка и так далее. Но у нас, естественно, если кто-то вокруг, какие-то туристы, говорит по-русски, у нас говорят, мама по-русски говорят. У ребенка за счастье по-русски. Родной язык все равно не остается русский, потому что со мной родница этим языком. Но при этом, я скажу, учительница, воспитательница наша, молодая, кстати, девочка. Я бы доверила молодой ей, 25 лет. Блин, классный педагог, у нее хорошее образование. Не влияет ее возраст на отношение к детям. Прям именно такая подружка-подружка. Супер, мне очень нравится. Нам такая воспитательница даже с возрастом 25 лет подошла. Но в нашем садике есть женщина 60 с лишним лет для маленькой группы, которые прям вот в памперсах еще ходят, их отдают. Она прям бабушка, мамочка, нянечка. То есть там очень грамотно у нас просто садики к этому возрастом. Педагогический состав хороший. Так вот, она как бы стеснялась, сама воспитательница иностранной девочки, и больше говорила не по-турецки с ней, а все, что знала сама по-английски, общалась по-английски. У нас попер английский язык сразу же. Он и был. Она у меня понимает на английском, но она им особо не пользуется. Она смотрит мультики на английском. Если мы с папой дома общаемся на английском, она все понимает. Я, например, расскажу, что там уже на английском языке история. Она тут же вопросы по-русски мне задает. Она включается, она абсолютно понимает все три языка, но на двух из них она не так хорошо говорила, как на русском. И вот английский у нас вообще. И у нас даже первое время английский вырвался вперед, в отличие от турецкого. Я обалдела. Я такая так стопы. Я думаю, что-то не то происходит. И выяснили мы, что учительница с ней старается. У них уроки английского в садике, конечно, есть. Она алфавит тут же начала вообще шпарить. Турецкий не так хорошо шел, как английский. Ну, может, потому что английский более привычный. Мультики она на нем больше смотрела. Турецкие мультики дома она не смотрела и не нравились. Сейчас все, в принципе, нормально в перемешку идет. Но больше она, конечно, в приоритете русский язык. Так что не надо на ребенка давить. Я что хочу к вам, к чему призвать. Главное, чтобы вашего ребенка заботились в садике, не обижали, любили. Была хорошая атмосфера в коллективе. Вы ребенка всегда своего должны поддерживать. Если вашему ребенку там не нравится не в период адаптации, а вообще, это повод задумываться, что с ним в садике происходит. Если вы ходите в частном садике, вы это можете узнать, камеры и так далее. И за это спросить, кто-то там его обижает, не обижает и так далее. А такие коллективные ситуации у детей очень часто в основном бывают. Если есть вопросы какие-то, я, скорее всего, что-то забыла, задавайте. Может быть, сниму и третье видео, если оно будет популярным, вам будет нужно. Уже по вашим ответам на ваши вопросы. Под видео я оставляю всегда почту для вашей записи ко мне на консультации психологические. Так что ставьте лайк, если видео было полезным. Распространяйте его в наших группах, например, для наших девчонок. Вопросы есть, задавайте на них отвечу. Потому что сама все это прошла. И если тебе никто не подскажет, не расскажет, а сейчас еще и первый ребенок, ну, это вызывает определенные проблемы. Хочется, конечно, что кто-то тебе в таких вот условиях, не в России, да, в других немножко условиях, проблемах там языка, культуры другой. Это, короче говоря, довольно-таки важно. Если есть вопросы, задавайте, отвечу. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.